В продаже в наличии в Москве практически топовый европейский X6 M60i, ну то есть это топовая модификация X6 за исключением X6M, при том что под капотом стоит фактически тот же самый двигатель S68, только дефорсированный до 530 лошадиных сил, а значит более чем отличная динамика, классный подхват, но при этом на фоне X6M существенно более комфортный автомобиль, как с точки зрения подвески в первую очередь, так и в некоторых других повседневных моментах эксплуатации, к примеру за счет наличия опции 2VH интегральной рулевой, то есть подруливающая задняя ось, для X6M этой опции не существует, то есть это специально так они сделали, единственная модель из актуальных M, которая имеет подруливание задней оси это XM, ну и самая новая M5, которая пока еще не продается в наличии, но уже доступна к заказу, и раз уж мы заговорили про заказ, хочу также напомнить про возможность привоза автомобиля под заказ, как из наличия в Европе, так и по конфигуратору, в том числе и новую M5, вы можете собрать, даже заказать индивидуал цвет, если уже он доступен к заказу, по-моему доступен, и мы соответственно вам его привезем, этот автомобиль, кого заинтересовало предложение, обращайтесь, в том числе и с НДС, это все возможно сделать. Ну и напоминаю про телеграм-аккаунт осатур.прайс, где можно увидеть все автомобили в наличии, где можно разместить свою машину на продажу, и в том числе пообщаться в чате моего канала, там можно задать различные интересующие вас вопросы, другие подписчики, владельцы BMW на них ответят. Возвращаемся к автомобилю. Машина в цвете черный сапфер металлик, с полным внешним шедоу-лайном, решетка, окантовки окон, патрубки выхлопной системы и так далее, плюс на черных 22-х колесных дисках. Разноширокая резина, 22 дюйма, не Ram Flat, и спереди и сзади 22 дюйма, потому что у X6M спереди 21, сзади 22. Красные М-тормоза, четырехпоршневая тормозная система спереди и плавающая скоба сзади. Обычный спойлер, окрашенный цвет кузова автомобиля, не карбоновый, опционально может быть карбоновый. Шильдики на месте, если кого-то не устраивает, их можно всегда снять, не на двустороннем скотче. Ну и патрубки выхлопной системы здесь вот такие, с перемычкой, как у всех модификаций М60. То есть у 40А, у 30Д, у 40Д, ничего подобного нет. Внутри две выхлопные трубы. При этом 40А попадаются с двумя выхлопными трубами в каждой из сторон, но без вот этой перемычки. Если кто-нибудь снимет шильдик 40А и поставит вот такие насадки, накладки, то в принципе можно будет хорошо закосить под М60А. Но это касается не всех 40А, то есть в зависимости от рынка, для которого автомобиль изначально предназначался. По внешности, я думаю, что здесь особо-то говорить больше нечего. Мы уже с рестайлингом их шестым знакомы и не раз, но разве что на оптику обращу внимание, что это затемненные фары адаптивные, Shadow Line, подсветка поворот, автоматический дальний. В комментариях у меня в YouTube-канале уже видел то, что человек написал, ну как так, лазеры существуют, я уже видел такие машины, привозил там и так далее и тому подобное. Нет, лазерных фар в рестайлинговых машинах нигде нет. Если вы пытаетесь мне это доказать, присылайте в WhatsApp фотку, описание, что угодно. Мы с вами с удовольствием на эту тему подискутируем, но я вам говорю еще раз, лазерных фар не бывает. Если вдруг вы видели вот такие синие лампочки внутри оптики и подумали, что это лазерные фары, вот они, синие лампочки, обратите внимание на эту надпись BMW LED. Когда автомобиль оснащается лазерными фарами, там будет написано BMW, соответственно, лазер. Плюс, если заглянуть внутрь самой оптики, то там можно будет увидеть отдельный блок лазерного дальнего света, которого здесь, собственно, нет. А у дорестайлинговых машин, где лазер был, вот тут внизу, по-моему, находилось еще одно такое маленькое окошечко с линзой. Это как раз-таки был лазерный дальний свет. Сейчас же он только светодиодный, полностью. Передняя камера, а значит и круговой обзор присутствует. Ассистент вождения Professional можно будет определить только передя непосредственно в салон автомобиля. Поэтому задерживаться не будем, проверяем только наличие комфортного доступа и доводчиков. И то, и то здесь есть. Также проверим остекление. Двойное, уже видно, то есть вот оно. Стекло, стекло, прослойка между ними. Отделка дверей сверху натуральной кожи, торпеда вверх кожа, низ кожи. А значит, это полная отделка кожи. Мерина цвета тартуфы. То есть, низ торпеда в кожи, низ центрального тоннеля в кожи, кантики, ковров тоже в кожи. Спинки, кресел при этом остается пластик. Низ дверей тоже пластик. Не бывает у обычных X6 низа в коже. То есть, если вы увидите не X6, а просто X6, у которого низ кожи, значит его перешивали. С завода его не бывает. В X6 бывает. В X7 обычных бывает. В X6, X5 нет. Центральные вставки кожи тартуфа. Карбоновое волокно в отделке интерьера. Очень красиво и классно сочетается с тем же самым тартуфа-салоном. Аудиосистема Bowers & Wilkins. Это означает, что у нас 20 динамиков, включая вот эти 4 потолочных. То же самое с той стороны. Полтора киловатта мощности. Подсвечиваемые центральные динамики и твиттеры в передней части. И только центральные подсвечиваемые в задней части. Хорошее звучание. Не настолько, чтобы отказываться от покупки автомобиля, если вдруг у него нет аудиосистемы Bowers. То есть и Harman в этом плане достаточно хорош. Но все-таки, если есть возможность купить с Bowers, конечно, лучше смотреть на Bowers. Хотя и та, и та аудиосистема по-хорошему нуждаются в доработках, в улучшениях. Здесь же можем увидеть клавиши управления массажем. Массажные функции для передних кресел. Водительская и, соответственно, пассажирская. Ну и кнопка, позволяющая при помощи ваших рычажков управлять пассажирским правым креслом. Комфортные сиденья. Множество регулировок. Коленная опора выдвижная. Боковая поддержка регулируемая. Поясница. Верхняя часть спины отдельно настраиваемая. Подголовник. И ушки боковые. И высота подголовника настраиваются. Ну, то есть, прям максималка в этом плане. Конечно, с вентиляцией. Руль стандартный. Разве что отличает его наличие прострочки Motorsport. Голубой, синий, красный. Поскольку модификация M Performance. Шильдик М. Здесь вырез. Подрулевые лепестки. Потому что не у M Performance или M моделей. Ну, к примеру, просто X6 30D, 40D и так далее. Здесь будет такая плоская площадка. То есть, не будет выреза. У M вырез. Обращаем внимание на светодиодную мультифункцию. Значит, ассистент вождения. Обращая внимание, ассистент вождения Professional. Не парковки. То есть, светодиоды здесь вовсе не означают, что у вас ассистент парковки Professional. Они отвечают именно за ассистент вождения. То есть, в ассистент вождения входит активный круиз, ассистент движения в пробке, контроль слепых зон, удержание в полосе, автоторможение в различных ситуациях и еще многое другое. Там много довольно систем объединено вот в рамках этой общей системы. Мультимедиа с изогнутым экраном операционка 8.5. Здесь, соответственно, в комбинации приборов мы можем найти вот AR. Это дополненная реальность. Может выражать картинку по центру комбинации приборов. Проекционный дисплей, центральный динамик Бауэрса, максималка по мультимедиа, максималка. Хрустальная отделка органов вправления, джойстики, селектор, запуск двигателя, круговые камеры. Вот, пожалуйста. И на моем канале и в YouTube в скором времени выйдет ролик с подробной демонстрацией ассистента парковки Professional. Пробежимся по всем пунктам. Какие-то фишки, нюансы расскажу. Покажу, как работают некоторые функции, к примеру, автопарковщик, либо движение по заранее записанному маршруту. Кому это интересно, не забывайте подписываться. Что еще? Режимы Sport, Comfort, КК. Ручник, паркинг, автохолд. Ну, в общем, тут, опять же, все достаточно стандартно. Площадка беспроводной зарядки и подогрев охлаждения подстаканников. Стандартные ключи выглядят вот таким образом. Полностью черные, глянцевые. Вот эта часть, она металлическая. Не нравятся мне, конечно, вот эти новые ключи. Не в плане дизайна, а в плане их практичности. То есть, они даже абсолютно новые за счет того, что эксплуатируются, там с другими ключами складируются. Как-то, в общем, пребывают, да, не в пакетиках и в защитных чехлах, а вот в том виде, в котором есть, они сразу все царапаются. То есть, абсолютно новая машина, вот на всех это я видел, а ключи уже вот такие вот замызганные, поэтому озаботьтесь покупкой чехла. Причем есть компании, в том числе в моих рекомендациях такая компания есть, которые изготавливают чехлы для ключей. Классные чехлы, карбоновые, красивые, там индивидуальный заказ и так далее. И вот сразу надо туда просто чехол убрать и позабыть о том, как выглядит ключ без него. Также ключ-карта в комплекте, ее можно активировать, и тогда обычные ключи оставляете дома, ходите с ключ-карты. Единственный нюанс в том, что комфортный доступ с ключ-карты работать не будет. То есть, надо будет ее каждый раз вытаскивать, прикладывать к ручке двери, потом сели в машину, класть вот на эту площадку и после этого нажимать на запуск двигателя. Не очень удобно, с другой стороны, может вас обезопасить, к примеру, от угона посредством так называемой длины руки. То есть, когда специальное устройство, удлиняющее сигнал вашего ключа с комфортным доступом, и вы можете где-нибудь в торговом центре находиться, а другой там злоумышленник, партнер, да, один рядом с вами с чемоданчиком, передающим сигнал, второй с похожим чемоданчиком рядом с вашей машиной, подходит, просто протягивает руку к ручке двери, машина распознает ключ там где-то вдалеке, но думает, что он рядом и отпирается. Вот в случае с использованием этой карты подобное сделать будет невозможно, если ключа классического с вами нет. Поэтому есть такие нюансы. Ну и напоминаю про то, что уже взломали такие мультимедиа-систему 8.5. Можно активировать многие онлайн-функции, можно скачать приложение My BMW, можно в свой iPhone добавить ключ и пользоваться этим ключом. То есть, iPhone как ключом, тогда даже эта карта не нужна. Просто iPhone прикладываете к ручке двери, отпираете машину, заводите, ну и далее. В общем, супер штука. Кому интересно, вот озаботьтесь этими моментами и пользуйтесь. То есть, конечно, X5, X6, да и в целом BMW, это всегда был космос. Мы сейчас, к сожалению, ввиду санкции, некоторые функции временно не могли использовать. Но вот надеюсь, что эта возможность вернулась к нам. Потолок черной алькантара, управление жестами, панорамная крыша, вот она огромная, Sky Lounge. Обращаю внимание на насечки на панораме. И вот они в ночное время по контуру освещаются очень красиво. Это смотрится ненавязчиво, но при этом интерьер воспринимается, конечно, благородней. Сзади шторки на окнах, материалы, отделки все идентичные, карбоны, бауэрсы и так далее. Задний диван без какой-либо перфорации и вентиляции, не бывает ничего подобного. Крепление изофикс, ремни Motorsport, эйрбэги боковые, о чем нигде вообще не было никогда сказано. Но, как правило, вот когда такие вещи пишут, эйрбэг, да, это означает, что здесь еще и боковая подушка для защиты ребер задних пассажиров. Вообще нигде об этом не сказано было, даже на обучениях. Но вот, тем не менее, все автомобили, ик-шестые, в том числе, приходили с такими отметками. Универсальные разъемы Travel Comfort. Можно поставить какие-нибудь плечики для одежды, держатель для смартфона, столик, разъем USB Type-C для зарядки гаджета. Внизу, обращаю внимание, разъемов нет. То есть, внизу они имеются только у X5. У X6 нет. Равно как и при наличии четырехзонного климата. Здесь он есть, обращаю внимание. Вот он, с подогревами заднего дивана. Так вот, при наличии четырехзонного климата, у X5 на стойках появляются дефлекторы обдува. У X6 этого также нет. Вот в чем-то X6 на фоне X5 ущемлен. Хотя по дизайну, конечно, очень такой стильный, элегантный, спортивный автомобиль. Багажник. Опция дополнительных приспособлений для размещения вещей в салоне здесь имеется. По крайней мере, вот они, рельсы, которые слегка надуваются во время движения, чтобы багаж не скользил вперед-назад. По бокам сеточки с одной и с другой стороны. Резинка для фиксации грузов. 12-ти вольтовая розетка. И один крючок для пакетов. Полка складная. Вот так. Складывается, раскладывается. И убирается при необходимости в подполье. Вот для нее здесь предусмотрена специальная ниша. Также есть ниша для какой-либо вашей мелочевки. Либо можно всегда купить отдельно и кинуть докатку, если вам это нужно. Фаркоп конкретно в данном автомобиле отсутствует. Под капотом стоит двигатель С68. V-образная восьмерка. 4,4 литра. Выдающая, как и в доресте, 530 лошадиных сил. И чисто по параметрам, если смотреть, казалось бы, один и тот же двигатель, но все-таки нет. Этот двигатель уже считается новым. И плюс он мягкий гибрид. Вот фиолетовые жгуты. А значит электромоторчик внутри. Карпопередач. Чуть лучше подхват. В моменте резкого ускорения набора скорости автомобиль может глушиться еще до полной остановки для экономии топлива. В общем, по мелочи, по мелочи, много каких-то полезных еще систем. При этом, по крайней мере, по известной информации, это не влияет как-либо на надежность двигателя и его эксплуатацию. Про двигатель в целом даже N63 последнего модификации, 530-ти сильный, уже себя классно показала. И с точки зрения надежности, и ресурса, и возможности тюнинга, но вот здесь, я думаю, что в этом плане стало еще лучше. Плюс, насколько знаю, уже тоже тюнингуется. Не знаю, правда, на сколько сил, но вот кого будет этот вопрос интересовать, можете поспрашивать в профильных тюнинг-ателье. В общем-то, на этом у нас все. Автомобиль, напоминаю, в наличии в Москве, в продаже, поскольку-то двигатель 4,4 литра, здесь нет такого, как льготный утиль, либо коммерческий утиль, он всегда будет большой, там, миллион, по-моему, 250, а значит, автомобиль в относительно ближайшее время уже получит действующий ПТС, и можно будет приехать, купить, сразу поехать поставить на учет. Кого заинтересовала эта машина, обращайтесь в контакты в описании. Если же хотите подобрать из наличия в Европе, либо и вовсе заказать по конфигуратору полностью собранную машину под вас, это касается не только BMW, но и других марок, в том числе и привезти на юрлицо с НДС, также контакты мои есть в описании к этому видео.